Добрый вечер! Сейчас 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск сегодня в студии Ольга Скавребова. И вот основные темы нашего эфира. Казарская трагедия. Президент встретился с родственниками жертв. Плодотворная пятилетняя работа. Парламент республики подводит итоги. Сотрудничество с Братской республикой в Южную Осетию прибыли матери Абхазии. Сегодня парламент республики шестого созыва подводит итоги пятилетней работы. Для участия в торжественном заседании законодательного органа в Южную Осетию прибыли делегации из дружественных республик. Наш корреспондент Агунда Губозова расскажет подробности. Спикер парламента республики Южная Осетия Петр Гассиев принял у себя членов делегации из республики Северной Осетии Аланья, республики Абхазия, Донецкой и Луганской народных республик. Цель приезда в нашу республику столь большого представительства связана с участием в торжественном заседании парламента, в ходе которого законодательный орган республики Южной Осетия подведет итоги своей деятельности за прошедшие пять лет. В начале встречи председатель парламента Петр Гассиев поприветствовал гостей, выразил слова благодарности за то, что при всей занятости они нашли время и возможность приехать. Он подчеркнул, что взаимоотношения между странами и народами основываются на личном общении и сказал, что будет рад приветствовать представителей всех делегаций в Южной Осетии и вне официального визита. Петр Гассиев поприветствовал гостей и вне официального визита. Возможно, это не совсем хорошо выносится к нашим избирателям, к нашим избирателям. Раз эти вопросы возникают. Мы решили показать всем, чем занимались в течение 5 лет здесь в парламенте. Вам еще раз огромное спасибо. Я абсолютно не сомневался, что вы придете и поддержите здесь. От имени гостей заместитель председателя парламента Республики Северной Осетии Алания Гарри Кучи выразил благодарность председателю парламента за приглашение принять участие в работе парламентского форума. Вопрос, который вы сегодня ставите перед народом, что мы народные избранники и по конституции, и по всем пониманиям, это значит избранник народа и по конституции, и по всем понятиям международным, какие хотите. А являясь таковым, вы сегодня решили отчитаться перед своими избирателями. Это хорошее начинание, я думаю, оно продолжится, и мы будем присутствовать. И сегодняшний день я хочу особую благодарность выразить вам, Петр Леонидович, за то, что плодотворно работали с нашим парламентом. Эту подготовку, которую сделали вы, документально мы уже подошли, все составлено, подписать соглашение между двумя парламентами, между двумя братскими народами. За это вам огромное спасибо всему составу шестого созыва. Делегацию Народного собрания парламента Республики Абхазия возглавил заместитель спикера парламента Республики Абхазия Леон Галустян. Он отметил, что представители Абхазии с большим удовольствием приняли приглашение. Хотели бы еще сказать о том, что парламент шестого созыва Республики Абхазия и парламент шестого созыва Южной Осетии занимаются сегодня, как нам кажется, плодотворной работой нашему сотрудничеству. Есть смысл продолжить, и мы хотели бы выразить еще раз от имени спикера парламента Валерия Ильича уверенность в том, что это наше сотрудничество будет поступательно развиваться и в дальнейшем. Мы буквально недавно, в 2016 году, обновили наше соглашение о межпарламентском сотрудничестве, готовые всецело придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты, собственно говоря, между руководителями наших законодальных витей власти. Всегда с большой радостью бываем в Радской Республике. Спасибо огромное еще раз за приглашение, и всегда рады видеть вас с ответным визитом. В завершении встречи гостям были вручены памятные подарки указом главы Донецкой Народной Республики. Знаком отличия за услуги перед республикой был награжден руководитель администрации президента Республики Южной Осетии Игорь Козаев. Также указом главы Донецкой Народной Республики орденом дружбы был удостоен министр иностранных дел Дмитрий Медоев. Члены делегации от имени своих республик заверили, что в Южную Осетию будут направлены наблюдатели на парламентские выборы, которые состоятся у нас в Республике 9 июня. После приема в парламенте гости возложили цветы во дворе пятой школы к памятнику защитников Отечества. Агунда Гобозова, Александр Кукоев, информационный выпуск «Сегодня». Сегодня же состоялась встреча президента Анатолия Бибилова с представителями, приехавшими на торжественное мероприятие по случаю завершения работы законодательного органа республики. С каждой делегацией глава государства встретился по отдельности. Во время разговора с гостями в Северной Осетии было отмечено, что депутаты Северо-Остинского парламента наряду с другими наблюдателями будут следить за парламентскими выборами в Южной Осетии. Северо-Остинского парламента наряду с другими наблюдателями будут следить за парламентскими выборами в Южной Осетии. Отметил, что он лично будет присутствовать на парламентских выборах 9 июня и выразил надежду, что они пройдут в спокойной и благожелательной атмосфере. В ходе встречи с президентом Республики Абхазский парламентарий пригласили Югостинскую сторону принять участие в работе Ассоциации Лига Друзей Абхазии, которая была создана в прошлом году. В 2018 году в парламенте Республики Абхазия родилась идея о создании Лиги Друзей Абхазии по аналогу с Лигой Друзей Крыма. И сегодня, пользуясь случаем, мы хотели бы пригласить наших братьев из Республики Южной Осетии принять активное участие в данном направлении, в данном движении. На встрече с парламентариями из Донецкой Народной Республики президент Анатолий Бибилов еще раз поздравил их с пятилетием образования республики. Глава государства также отметил, что планирует принять участие в открытии памятника герою Донецкой Народной Республики Олегу Мамиеву Мамаю в Донецке, который героически погиб ровно год назад. Это такой трагический момент, когда ровно год назад Олегу Мамаю, видимо Мамай, как мы его назвали, погиб. И я благодарен руководству Донецкой Народной Республики за то, что принято решение вы повечете его память. Анатолий Бибилов также поздравил с пятилетием образования республики представителей Луганской Народной Республики. Парламентскую делегацию у Луганского сглавляет председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. Он отметил, что дружественные отношения между двумя республиками с каждым годом становятся крепче. Сегодня действительно очень важное событие, но и вдвойне приятно находиться здесь. Понимаю, что мы приехали к тем людям, которые никогда не подведут. Но и мы со своей стороны, вы знаете, так же не подведем. Мы всегда рады видеть вас, вашим коллегам по куполению права, это правительство, просто людей. И мы готовы начать такой, еще один, может быть, этап, да, и вашу историю, да, и на уровне службы массовой информации. Начинать прорабатывать, чтобы люди знали не только о том, что на правительстве, но какие-то происходят вещи, но и на уровне людей. Еще раз спасибо, очень приятно находиться здесь. Стелла Бязарова, Азамат Кудзиев, информационный выпуск сегодня. Президент Анатолий Бибилов принял у себя родственников жертв Зарской трагедии. Жилищные вопросы, оказание материальной помощи на лечение, ремонт кровли, восстановление жилья, пострадавшего во время войны 2008 года. Люди делились главой государства своими проблемами, а он, в свою очередь, пытался обозначить пути решения. Репортаж Зарины Кочевой. Эта трагедия является не только вашей личной трагедией. Она масштаба всей Осетии. Ее можно расценивать как преступление против человечества. С этих слов начал встречу с родственниками жертв Зарской трагедии президент республики. Он призвал всех помнить, как Грузия уничтожала осетин по национальному признаку, просто потому, что они были осетинами. Мы без сомнения должны помнить и всегда показывать, насколько трагична была судьба в Южной Осетии, когда тогда грузинская сторона уничтожала вопросы наших людей, жителей Южной Осетии, именно по этническому признаку, потому что они осетины и хотят жить на своей земле. И это горе усиливается, и в три раза оно трагичнее от того, что погибли дети. Самые главные дети погибли, женщины и старики. И, конечно, это огромное преступление. И до сегодняшнего дня, к сожалению, ни один грузинский политик не извинился за те зверства, которые они совершали здесь у нас на территории Южной Осетии. В преддверии трагической даты в истории всего осетинского народа родственники погибших рассказали президенту о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться. Жилищные вопросы, вопросы оказания материальной помощи на лечение, а также ремонта кровель и восстановления жилья, разрушенного во время августовской войны. Практически для всех этих проблем было найдено решение. Галина Алборова с 2008 года обращается во все профильные ведомства, чтобы отремонтировали ее квартиру, которая была разрушена в ходе военных действий. Более 10 лет семья живет в непригодных для проживания условиях. Президент на месте дал поручение, и сразу же была направлена специальная комиссия, которая определит степень поврежденности квартиры. У Назиры Чибировой тоже квартирный вопрос. Она рассказала, что на очереди за получением жилья они 20-е, однако до сих пор не получили квартиру. Президент по этому вопросу вызвал председателя жилищной комиссии Энрика Джиоева, который дал подробную информацию. Рассматривали документы. У вас ответ есть? Нет. Подождите, надо что-то ответы подождать. Какая получили? 20. Получили уже 40. Все, Борислав, мы рассматривали вопрос. Смог приведать к Хитагуру в Эльбухатахазе. В Эльбухатахстане документы. Смог вы в Эльбухатахстане документы. Сейчас от сюда езжайте, показывайте документы и разберитесь. Люди, которые стоят в очереди и которым положено расширение или получение жилья, они все получат. Марина Гоглоева просила президента оказать ей материальную помощь, чтобы выехать на лечение. Анатолий Бибилов на месте ставит резолюцию на заявление. Уже в понедельник Гоглоева получит финансовые средства и поедет на лечение. Материальную помощь на лечение просила и Валентина Гогозова. Ее сестре требуется высокотехнологичная медпомощь. Президент дал поручение, чтобы в кратчайшие сроки она была направлена на лечение. Сестра должна обратиться в Министерство здравоохранения. Ее должны вложить, сделать заключение, подготовить документы. И потом договариваются с российскими клиниками, показанными высокотехнологичной помощью. Договариваются, она приезжает и делает ту операцию, которая ей необходима. Возьмите на контроль конкретно и доведите его до того момента, когда сделают обследование, когда и куда она поедет. На месте глава государства решил проблему Роланда Тедеева из поселка Адза, у которого в ходе землетрясения был разрушен дом. С тех пор семья проживает в небольшом вагончике. Президент пообещал, что в этом году им построят дом. Тамерлану Бесаеву в кратчайшие сроки поменяют кровлю дома, которая была разрушена в ходе августовской войны. Алена Гоглоева просила президента восстановить дом в селе Хитогорово и квартиру в городе Цхинвал. Анатолий Бибилов пообещал отремонтировать дом в Хитогорово. Квартиру отремонтируют только в том случае, если она была разрушена в ходе боевых действий. Глава государства дал соответствующие указания, присутствующие ему на встрече начальнику контрольного управления администрации президента Таймуразу Кудоеву и по другим проблемным вопросам, которые поднимались в ходе разговора президента с родственниками жертв царской трагедии 20 мая 1992 года. В Южную Осетию приехали представители движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Организация активно сотрудничает с Ассоциацией семей без вести пропавших граждан Южной Осетии. Представители нашей ассоциации ездили в Абхазию несколько раз. Абхазская сторона приехала впервые. Члены движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» вместе с членами Ассоциации семей без вести пропавших граждан Южной Осетии возложили цветы на мемориальном кладбище жертв грузинской агрессии во дворе пятой школы. Глава Ассоциации семей без вести пропавших граждан Южной Осетии Лидия Кудзева рассказала об истории этого стихийно созданного кладбища. Представители Абхазии и Южной Осетии возложили цветы к памятному бюсту героя Южной Осетии и России Денису Вичинову, к мемориалу героев Южной Осетии кавалера высшей воинской награды республики Ордена Уацамунга Азамату Джоеву и Амирану Багаеву. Гости также посетили Национальный музей республики, где ознакомились с картинами Махарбека Туганова и экспонатами музея. Министерство культуры организовало прием абхазских гостей. Руководитель ведомства Жанна Засеева поприветствовала их и подчеркнула, какую важную гуманитарную миссию выполняют женщины в деле поиска без вести пропавших. Сидеть и ждать, кто, когда, что нас делает, нам нужно самим. Мало накормить человека рыбой, надо научить ловить эту рыбу. Поэтому давайте так, пообщаться, поделиться каким-то опытом. И это, наверное, один шаг из той пропасти, в которой мы находимся. В пропасти тушерной может быть боли. Поэтому нам надо, конечно, это делать. Огромное вам спасибо. Полномочный представитель президента Мураджуев на встрече с абхазскими представителями отметил, что каждый раз, выезжая на международные площадки, они затрагивают тему без вести пропавших. Своей работой мне пришлось действительно много лет заниматься. И занимают до сих пор, я скажу так, вопросами все-таки урегулирования. Потому что все-таки в нас всегда сидит стремление к соседству, в доброте и к миру. И с 2008 года нам особенно пришлось по новому кругу все это пройти. К сожалению, более 150 человек у нас в Южной Осетии до сих пор, судьба которых неизвестна. Мы, конечно, лелеем надежду. И, конечно же, мы надеемся, что в добром, здравом и выясним судьбу их. Они найдутся. И дай-то Бог, чтобы все было хорошо. Но, как говорится, человек живет надеждой. Поэтому мы живем. Руководитель общественного движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гульнара Кичма подчеркнула, что благодаря деятельности их организации в Абхазии приступили к поиску безвести пропавших. В Абхазии порядка 200 человек считалось безвести пропавшими. О судьбе 42-х человек стало известно только сейчас. Я помню, когда еще раны наши были обнажены в 97-м году. Война только закончилась. Мы еще были облачены в глубокий траур. Наши мамы некоторые до сих пор не сняли траур. Те, которые своих детей еще не опознали. Владислав Григорьевич сказал, знаете, он вызвал меня и при Государственной комиссии, тогда возглавлял Таркакалию, сказал, знаете, как вы думаете, вы должны встретиться с грузинскими матерями. Вы знаете, это вообще так было, если бы не наш первый президент сказал бы, я бы, наверное, не знаю, что вообще сказала бы. А потом он говорит, нам нужно знать, вот вы, наверное, лучше меня знаете, вы там ведете эти переговоры, схемы захоронения. Это была оккупированная зона. Они хоронили, они вздевались. Они, значит, даже собственные трупы, они выбрасывали в горные ущелья и в море. Этот факт был нами виден в Гаграх. Лира Кузаева на протяжении многих лет занималась сбором информации о людях, которые пропали во время военных действий. Ее посыл – доносить правду, чтобы об этом узнали во всем мире. Вот эти женщины делают, это героизм, это великолепно. Но этих женщин нужно выводить на международную арену. Этих женщин должны слышать женщины всего мира. Они должны быть на этих встречах. Гурат Кузьмич, это мое искреннее, вот такое, не то что пожелание, убежденность моя, что вот их должны слышать все. Несмотря на разные судьбы и боль, которую пережили абхазские и гостинские матери, жены, сестры и дочери, они все же предлагают много усилий, чтобы помочь в поисках пропавшего человека, не оставить в забвении каждую человеческую судьбу. В завершении встречи прозвучали пожелания матерей, чтобы их сыновья больше никогда не уходили на войну. Ирина Битева, Эльвира Дебилова, Азиз Багаев, информационный выпуск сегодня. Сегодня были уничтожены взрывоопасные предметы, найденные в районе Зарской дороги. Напомним, в конце апреля в республику прибыли специалисты Центра лидер МЧС России. Они приезжают четвертый год подряд для разминирования территории Южной Осетии. Сюжет Розы Тедевой. Саперы Центра лидер МЧС Российской Федерации приступили к очистке территории Зарской высоты 28 апреля. За это время было очищено несколько гектаров. Сегодня был произведен первый подрыв найденных взрывоопасных предметов. Найдены десятки мин и снарядов, представляющие особую опасность. Минирование проводилось до войны 2008 года, чтобы обезопасить стратегически значимую дорогу. Подступы к Зарской дороге были заминированы в трех направлениях. Внаружено и обезврежено 55 взрывоопасных предметов и очищена территория площадью 5,5 гектар. В основном это противопехотные осколочные мины ОЗМ-72, МОН-50 и мины ПОМС. Также встречаются на растяжках гранаты РГД и Ф-1. Мы их уничтожаем троллением роботехнического средства, докинг МОН-4. Во время механической очистки робототехническим комплексом также уничтожены мины и гранаты. Уничтожением найденных взрывоопасных предметов занимаются саперы поисково-спасательного отряда МЧС Республики Южная Осетия. Вместе мы совершаем укладку. МЧС Республики производит непосредственно руководство и уничтожение. Саперам Центра «Лидер» предстоит очистить Назарской возвышенности территорию площадью в 20 гектаров. Роза Тедеева, Александр Икаев, информационный выпуск сегодня. Встречи президента с населением районов проходят регулярно. Именно тогда отчетливо вырисовываются проблемы, волнующие жителей. Руководство страны прилагает все усилия для восстановления жилого фонда, пострадавшего во время войны 2008 года и землетрясения 1991 года. Помимо этого, серьезное внимание будет уделяться и решению вопроса ветхого жилья, и прежде всего в районах республики. В Дзаусском районе в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии приступили к строительству трехэтажного 18-квартирного жилого корпуса. Дом строится для особо нуждающихся в улучшении жилищных условий. У нас при администрации работает жилищная комиссия, и квартиры в этом трехэтажном муниципальном доме получат в первую очередь многодетные и малоимущие семьи, которые не имеют возможности построить дом. Таких семей у нас, к сожалению, много, так как после землетрясения почти 90% жилого фонда было разрушено. На объекте работает местная строительная фирма «Шанс». Часть рабочей техники предоставляет ЖКХ Дзаусского района. Строительные работы идут быстрыми темпами. Поставленная задача – сдать объект в эксплуатацию в установленные сроки, пока рабочие трудятся над возведением цокольного этажа. Все квартиры двухкомнатные. Каждая квартира 67 квадратных метров. Строим материалы, все, что нужно на сегодняшний день. Вот нужна арматура, лежит арматура, техника есть. Придомовая территория будет с газонами, предусмотрено и место для парковки автотранспорта. Еще два корпуса планируется построить в следующем году. Как нас заверили строители, корпус будет сдан в эксплуатацию к концу года. К этому времени жилищная комиссия должна составить список семей, которые станут счастливыми обладателями новых квартир. Анжела Кукоева, Сармат Гузитаев, информационный выпуск сегодня. Среднее профессиональное образование остается недооцененным в нашей республике. Необходимо сломать стереотип о том, что в колледж поступают плохо успевающие ученики школ. Об этом говорили на конференции в Цхинвальском многопрофильном колледже. Наш корреспондент Стелла Бязрова подробнее. В работе конференции приняли участие представители Министерства образования и науки республики и научно-исследовательского института Государственного университета. Перед началом конференции к присутствующим обратилась директор колледжа Лира Козаева, отметив основные проблемы образовательного учреждения. Я благодарю всех, кто нашел время и пришел сегодня на нашу первую научно-практическую конференцию. Практическая конференция – это очень важное мероприятие, очень важное. Оно нам дает возможность повысить планку. На конференции педагоги колледжа зачитали доклады. Темы в основном были связаны с перспективами развития среднего профессионального образования. После долгого отсутствия профессионального образования в 2010 году открылся колледж, создался очень большой дефицит профессиональных кадров. И в частности в сфере общественного питания тоже. А как вам известно, это очень важная сфера, от работы которой во многом зависит здоровье и благополучие наших граждан. И если мы не обратим внимание на эту сферу, если мы не устраним этот кадровый дефицит, то это напрямую будет бить по здоровью наших граждан. Потому что большинство наших граждан являются потребителями этой сферы. Было отмечено, что у местного населения сложилось ошибочное мнение, что в колледж поступают трудные, отстающие от школьной программы подростки. Сегодня колледж в сознании большинства отождествляется с профтехучилищем. Люди не знают, чем колледж отличается от училища. По словам директора Лиры Кузаевой, Схимвальский многопрофильный колледж ничего общего не имеет со среднестатистическим учебным заведением. Министр образования и науки Наталья Гассиева отметила, что сегодня необходимо решить проблемы, препятствующие развитию этого важного сегмента образовательной системы государства, а также четко определить, какие задачи стоят на сегодняшний день перед Схимвальским многопрофильным колледжем. Я хочу отметить, что Министерство образования и науки нашей республики всецело поддержало инициативу проведения данной конференции, потому что действительно сегодня в Российской Федерации пристальное внимание уделяется развитию среднего профессионального образования. К сожалению, представление родителей о том, что такое колледж, наверное, не совсем оправдано программами, которые мы предлагаем. Будучи студентом колледжа, учащиеся получают всестороннее образование, глубоко изучают ту или иную специальность. На конференции была определена стратегия развития учебного заведения. Участники форума отметили, что колледж – это уникальное заведение, способное содействовать решению многих социальных, экономических и молодежных проблем, которые сегодня существуют в Южной Осетии. Многопрофильный колледж должен усовершенствовать свою работу, стать современным учебным заведением и соответствовать своему статусу. Стелла Бязарова, Азамат Кудзиев, информационный выпуск сегодня. Юго-Осетинский государственный драматический театр имени Костахи Тагурова во главе с художественным руководителем Тамерланом Дзуцевым принимает участие в первом международном фестивале спектаклей для всей семьи вместе. Мероприятие проходит в Ульяновске с 15 по 20 мая. Этот уникальный фестиваль ориентирован на просмотр спектаклей всей семьей. Жители и гости Ульяновска увидят лучшие спектакли для детей и молодежи, привезенные участниками из разных стран и городов России – Южной Осетии, Болгарии, Севастополя, Москвы и, конечно же, самого Ульяновска. Юго-Осетинские актеры покажут спектакль «Антигона» по одной именной трагедии древнегреческого драматурга Сафокла. Мы приехали в город Ульяновск для участия в первом международном фестивале, театральном фестивале, который называется «Вместе». И мы будем показывать здесь спектакль «Антигона», который будем показывать в двух городах. Это город Димитровград, это 17 число, и город Ульяновск, это 18 число. И мы приехали сюда вместе со всем коллективом. Торжественная церемония открытия состоялась в Международный день 7-15 мая в Ульяновском театре «Небольшой театр». В 2019 год указом президента Российской Федерации объявлен годом театра в Российской Федерации. День проведения церемонии открытия проекта выбран не случайно. Нам важно, чтобы фестиваль объединил на одной площадке детей и их родителей, бабушек, дедушек и их внуков за просмотром лучших спектаклей для семейной аудитории России и мира. Программа фестиваля познакомит зрителей с достижениями российского и зарубежного театрального искусства для детей и молодёжи, отметил директор-художественный руководитель Ульяновского театра юного зрителя, сослуженный артист Российской Федерации Эдуард Терехов. Анжела Кокоева, Елена Казаева, Алим БТФ. Информационный выпуск сегодня. Участниками конкурса «Сдан Ирон», который проходил в Северной Осетии, стали самые талантливые дети. Они показывали свои умения и навыки в самых различных сферах. Танцы, пение, умение готовить – это далеко не полный список того, в чём соревновались ребята. Сюжет Регины Черскоевой. Ученица шестой школы Альда Тудаева достойно представила свою республику на конкурсе «Сдан Ирон», организатором которого вот уже четвёртый год выступает Северо-Остинская общественная организация «Единство». Основной целью конкурса является развитие остинского языка, его популяризация при общении подрастающей молодёжи к остинским обычаям и традициям. Участие в нём принимают все районы Северной Осетии. Южная Осетия в этом году впервые отправила своего представителя. Обычно мы принимаем участие в мероприятиях только нашей республики, но сейчас это было масштабное мероприятие. Мы узнали много нового, познакомились с выдающимися остиноведами. Теперь мы и дальше будем сотрудничать с северо-остинскими коллегами. Альда Тудаева достойно прошла все этапы конкурса. Это и творческий конкурс, и остинский обычай, традиции, и национальные танцы, и изготовление национальных блюд. Номинаций было много, демонстрировались разные ритуалы и опряды. Было много конкурсов, как творческих, так и художественных. Везде мы набирали высокие баллы. Наша представительница была на высоте. Компетентная и строгая жюри были единодушны в решении. Участница из Южной Осетии была отлично подготовлена. Альда делится отзвечатлениями. Она в восторге от всего увиденного. Говорит, что всегда восхищалась национальными обичьями, но сейчас узнала ещё больше. «Я не знаю, будет ли моя профессия связана с изучением остинского языка, но я всегда буду придерживаться обычаев и традиций моих предков», – заявила она. «У меня столько эмоций, много друзей. Так хорошо нас приняли, узнала много нового. Я очень хочу, чтобы такие конкурсы проводились и у нас, чтобы молодые люди узнавали как можно больше о традициях и обычаях наших предков». Конкурс для юношей состоится осенью, и в нём намерены принять участие учащиеся шестой школы. Участие в конкурсе состоялось благодаря Министерству образования республики. И нас заверили, что и впредь будут стараться, чтобы наши школьники были задействованы в таких интересных конкурсах. Регина Черткоева, Азиз Багаев, информационный выпуск «Сегодня». А сейчас узнаем, какая погода будет завтра. В Республике ожидается переменная облачность. В Знаурском районе днём плюс 24, ночью плюс 12. В Дзауском районе днём плюс 23, ночью плюс 10. В городе Квайса днём 24 градуса тепла, ночью 11. В Ленигорском районе днём плюс 25, ночью 12 градусов тепла. В столице республики в Цхинвале днём плюс 25, ночью 15 градусов тепла. Напоминаю, мы работали в прямом эфире. Сейчас 18.34. На этом наша программа подошла к концу. Я Ольга Цхавребова. Желаю вам всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин